очков сжимается так парочку долек лимончика ну че ребят вот мы в море погода как всегда говно вообще просто говно ну мы на корпусе нам покеру а 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 А-а-а! Погода! Опять вкука, блядь! Опять! Долна такая, что просто очко сжимается каждый раз, когда подпрыгивает! Лоем по домам! А мы идем! Практически за полуходу! Спортис режет полностью! Плавну не дает нам! А тут еще спать, парни-то! Ну что, ребят, наконец-то мы заходим на пляж! И тут самое главное навигаторское! У меня навигатор впереди! Стоит, сидит, смотрит! А я уже тут регулирую! Влево, вправо! Это орудие нашего лова, ружье пневматическое 55-е и пика! Соответственно, ружье я использую для того, чтобы стрелять камбалу, когда она в песочке глубоко, а пикой, когда уже мелко! Ребят, все дело в том, что ружье накачано достаточно сильно и при выстреле, ну, допустим, на мелководье, оно там уткнется в камне и либо сломается у тебя гарпун, либо, может быть, погнется! Поэтому ружье используется на более дальнем расстоянии, чтобы там подстрелить рыбу, ну, в данном случае, камбалу! Многие думают, что подводная охота – это как будто ты в магазине идешь и выбираешь себе рыбу! Хочешь эту – возьму, хочешь ту – возьму! И самое интересное, что я раньше тоже так думал, но когда вот уже вплотную начал заниматься, я понял, что подводная охота – это такой же огромный труд, если даже не больший труд, чем ты там стоишь с удочкой! Единственное здесь плюс в том, что ты видишь, вот, как в данный момент, что, ну, рыбы нет! Вот, и надо пройти подальше! Если по усилиям, которые прикладываются для поимки рыбы, то, ну, в данном случае, ты прикладываешь гораздо больше, конечно же, усилия, чем ты, допустим, просто там стоишь с удочкой, либо ловишь там ее на какую-то там приманку! Вот, здесь надо уже быть и не только аккуратным, но и там и многие другие факторы учитываются в этом плане! В том числе и там рельеф дна! Вот видите, камбала маленькая! Вот, вот, я ее потрогал, она убежала, а так вообще, в принципе, как будто ее и нет тут на самом деле! Прячется, вот, зрение должно быть при этом очень хорошее! Ну, конечно же, как во всей рыбалке, это главное везение! Потому что буквально два дня назад я был на том же самом месте и было очень много крупной камбалы! А сейчас вот одна мелочь какая-то попадается и даже ее стрелять неохота! Ребят, конечно же, в этот раз не удалось поймать много камбалы! Ну, в принципе, такая должна быть рыбалка, чтобы хватило вам на обед да покушать и все! Зачем набирать рыбы, которую нельзя съесть в течение даже нескольких лет, блин! А потом начинается выкидывание и так далее, и так далее! Природа не терпит таких ошибок! Поэтому приехали на рыбалку, взяли сколько вам надо на обед и все! Ну, хорошо, хорошо! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ребят, вот так вот бывает, когда увлекаешься рыбалкой, забываешь про время Приходишь, а отлив уже пришел давным-давно и лодка стоит у тебя на мели Хорошо, вот нам немножечко повезло в этом плане У нас, ну буквально, видите, уже песок еще был мокрый и хотя бы нос лодки был в воде Ну и даже вот эти вот, казалось бы, вот эти 5 метров дались нам очень тяжело Все равно лодка с мотором весит, получается, практически 200 с небольшим килограмм И это дает о себе знать По мокрому песочку тянется все это Да, очень, очень, очень плохо А если бы я был один, это было бы вообще практически невозможно Ух, ребят, сели мы на мель, короче Капец, еле вытолкали Фу, сейчас пойдем Короче, вода будет отливать еще 3-7 часа И нам надо, ну, вон, до тех камней лодку дотолкать Слава Богу, что еще успели А то бы остались рукам на пляже И все, и до свидания Ух, хер, ну, когда как бы тут Ух, хер, ну, вон, до тех камней лодки Ух, хер, ну, вон, до тех камней лодки Слава Богу на тебя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На лодочке достану горелку, сковородку и будем готовить камбалу А к нам на обед морские котики пришли Вот тут их три штуки Вон там еще где-то один Интересно, им тоже будет вкусно Поделимся с ними Отрезаем камбале хвостик, я просто пакет держу, чтобы она не скользила И отрезаем камбале вот эти вот ее причиндалы Плавнички, чтобы все это у нас не подгорело на сковороде Все это котикам пошло на корм, а камбалу на сковородку Сейчас сковородка уже стоит у нас Наливаем маслице Муку Обваливаем камбалу нашу Лодка в муке Ну ничего И все, и на сковородочку Ох, сейчас будет Жареха Чуть-чуть не поместилось Вот, переворачиваем Ох, пошла жара Котики опять приклылись Смотреть, как мы тут рыбу жарим Горняки, да, все равно не видно Ну, румянники Так, парочку долек лимончика И чуть-чуть-чуть туда Полить Все, почти готово Что, пока там пацаны гуляют Я первую рыбку попробую Вот, и дальше буду жарить А это уже Им расскажу Нет, им не расскажу Так вот Да, вилка Какая вилка Надо руками, короче Фигач, просто горячая Ребята, о Сейчас чуть-чуть подостынет С соком лимончика Вот так вот Опа Кап-кап-кап-кап-кап-кап А И руками Вкуснотища Особенно, когда Целый день ничего не ел Все будет вкусно Класс Столик в лодку Вообще Офигенная тема Вот Я думаю, что Он и места мало занимает Блин, стоит недорого Молодцы, Фортис Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова